Добрый вечер, господа и дамы. Вот, кстати, вам хрестоматийный пример, что бывает, когда люди берут ипотеку. Вот смотрите, вот если бы эти люди, я уже не говорю о том, что квартиры там в каком-то страшном силикатном хруще, кругом что-то страшное, там даже не асфальтированные дороги, но это Болдырай. У нас, и вы знаете, в Имантии такая присыска была у людей, Болдырай – голодный край. Я просто по карте покажу, где находится. Но вот просто хрестоматийный пример ужаса ипотеки. Вот представим, что эти люди не брали бы в ипотеку квартиры, которые там, а они бы их снимали. И вот представьте, вот пришел такой счет под 1000 евро за ЖКХ, да, просто хозяину квартиры сказал, «Извини, бро, но я съезжаю», или там «Извините, мадам, но я съезжаю, все, мне это не под силу, я найду себе что подешевле, поменьше площади». Правильно? Все, и ты, грубо говоря, никому ничего не должен, ну вот там с контрольной суммы заплатил это, и все, и ушел, съехал. А с ипотечной квартиры они никуда не денутся. Ты как в рабстве на 25-30 лет. Пришел тебе счет за ЖКХ 1000, и у тебя эта квартира под банком, ты ее никуда не продашь. Кому она нужна? Тем более в таком страшном доме, ну, по сути дела, да. То есть, если уж вы берете в ипотеку, то надо уж смотреть там, все взвешивать, новый проект, чтобы был возможность продать, чтобы на него был спрос и так далее. И то, вы не просчитаете дольше, чем на условно 3 года, как рынок себя будет вести, со ставками и так далее. То есть, поэтому, вот, хрестоматийный пример того, что недвижимость это не актив. Но просто у людей еще есть вот эта, знаете, советская прошивка, когда вот квартиры действительно давало государство бесплатно просто так, это была какая-то ценность. То есть, человек там, у меня своя квартира, там и так далее. Правильно, что ты получил ее от государства бесплатно, да. А сейчас, когда ты должен платить за нее банку, влезать в рабство, ну, вот эта прошивка, своя недвижимость еще осталась. Она не твоя, она банка. И она, по сути, ничего не стоит. Ты не знаешь, подорожает она или подешевеет спустя время. А тем более, когда ты покупаешь в каком-то силикатном хруще, который будет только дешеветь. Потому что строятся новые проекты или там в какой-то панельке, там в пятиэтажке, девятиэтажке, строятся так или иначе новые проекты. И явно твои проекты будут стареть и дешеветь, а не дорожать эти советские. То есть, и влезать в ипотеку лет на 25-30, в рабство к банку, брать такую квартиру и еще. Ну, это просто, это вот, то есть, грубо говоря, тройные ошибки. Вот вижу вот в данном конкретном сюжете, да. Но это касается всех квартир, это касается всех ипотек, да. Надо тысячу раз думать, потому что недвижимость это не актив, это пассив во всех смыслах. Это то, что будет у тебя высасывать. Чтобы недвижимость была активом, с ней надо работать, в нее надо вкладывать. И, в общем, это тоже работа. Это тоже бизнес. Занятие недвижимостью, вот чтобы она что-то генерила. И это не одна квартирка, должна быть и не две, и не три. А это должно быть минимум их штук, там, 20. Чтобы и в одном билдинге, в одном здании не разбросаны, а в одном. Почему? Потому что так проще администрировать, чем когда квартиры расхиданы, черти знает где. Проще администрировать в одном здании, нанять одного управляющего, все это контролировать. Но это уже другая история, что касается бизнеса и недвижимости. А вот здесь, вот простой сюжет и пример того, как люди с ипотекой попадают на бабки. Не потому что они теряют работу, не потому что там какой-то глобальный кризис, и их там вышвырнули с работы. Нет. Просто потому что повысились цены ЖКХ, ввиду подорожавшего газа и электричества. И все. Одеться никуда нельзя. А вот арендовали бы, могли бы просто съехать. Вот и все. 983 евро за квартиру площадью 82 квадратных метра. Такой счет за коммунальные услуги за декабрь получила жительница Болдера Вероника. В начале месяца с мужем заплатили 650 евро. Наперед, чтобы потом легче было. Так же будем в следующем месяце, только уже, наверное, не 600, а уже 900, наверное, будем платить. Это вся одна зарплата будет уходить только на погашение кварплаты. У нас двое детей. Вот. Один подросток, один еще дошкольник. Вот. Сейчас я временно безработная стала. Муж вот один работает. Ну, буквально вот я в начале года осталась без работы. Как оплатить? Не знаю. Квартира тоже в ипотеке. И получается, если мы хоть один месяц не заплатим, то нам сразу будут коллекторы писать письма. Говорит, это рекордная сумма. Однако, счета были высокими и раньше. В прошлом, по-моему, с 600 с копейкой было, да. Все зависит от цены на электричество. В сентябре, вот у нас август, тоже был огромный счет, потому что была очень высокая цена на электричество. Проблема с высокими счетами здесь у всего квартала. Дело в том, что у многих нет горячей воды, поэтому для подогрева приходится использовать бойлер. А из-за особенностей места расположения домов на 11 зданий здесь всего два электрических счетчика. Рассчитываются за электроэнергию жители не напрямую, а через домоуправление Ригаснаму Парвалднекс. Поэтому одна лишь графа электроэнергия в счете Вероники более 400 евро. На социальную помощь мы не имеем права даже какую-то потребовать, потому что у нас есть имущество, муж работает, я тоже работаю, ну, как бы в рабочем состоянии. Где-то сокращать, урезать и платить. И все, что мы можем делать. Впрочем, огромные счета получают все жители дома на улице Лейлупес, 1, корпус 2. Это Александр. Он здесь проживает уже четвертый год. Тоже взял квартиру в ипотеку. Из-за ненормальных счетов уже думал ее продавать. Но, говорит, вряд ли кто-то захочет ее купить. Когда получили счета, мы ехали с магазина, у нас гробовая тишина в машине была. Жена сказала, нам счет пришел 777 евро. У нас ни музыки, ничего. Мы ехали просто и молчали. Хочешь, не хочешь, а будешь платить. Будешь недоедать, будешь ребенка на тренировку не водить. В чем-то отказывать именно уже идет такое тяжелое воспитание ребенка. У меня ребенок ходит на тренировки, на гимнастику и что. И теперь ребенок просто не пойдет. А как мне ребенку сказать? Ну, как ребенку сказать, ты не будешь выступать на соревнованиях. У нас и три золотые медали по художественной гимнастике и все. Мне как-то надо с ребенком разговаривать, что денег не будет. Если такие счета и будут продолжаться, то денег не будет. При этом счет у Александра был еще больше. 186 евро оплатило государство. А это Виктор. Счет за декабрь – 880 евро. До этого помогали накопления. Теперь они закончились. По Латвии, наверное, в книгу рекорда Гиннеса можно занести. Такие счета. Вот как их оплатить? Государство вообще обещало нам помогать в этот кризис со счетами. Какую-то поддержку они вам оказывают? Ой, ради бога, успокойтесь, какая тут поддержка. Что они тут оказывают? Они наказывают, а не оказывают. Ведь такие счета присылать в квартиру, я считаю, что это наказание, а не оказание помощи. В Риге с нам у Парвелднекс признают, что счета неадекватно большие. Говорят, единственный вариант – разработать проект и заново провести в эти здания электричества. А это очень долго и дорого. Это армейские дома, которые в свое время не передали никакой документации об этих сетях. Ни Садал и Стыклс, ни Латвэнерго, ни управляющему. Если смотреть исторически, то это здания, по которым нет никакой информации о данной проводке. Это дома без такой документации. К слову, в каждом счете указано, если по каким-то причинам не можете оплатить счет, обращайтесь в Рижскую социальную службу. Как рассказала руководитель службы, в этом отопительном сезоне спрос на такую помощь существенно вырос. По сравнению с теми же периодами отопительного сезона прошлого года, это может быть более 60% тех, кто обратился за жилищным пособием в первый раз. Это в Рижском самоуправлении. В эту статистику не входят те, кому в помощи отказали. На такое пособие, напомню, могут претендовать лица и семьи, живущие и задекларированные в Риге, чьи накопления не больше 272 евро. Им принадлежит не более одной машины, если есть дети не более двух, и они владеют не более чем 5 гектарами земли. А после оплаты счетов у них остается менее 327 евро на первого или единственного человека в семье и 228 евро на каждого дополнительного. Вот, просто чтобы вы понимали, где что находится. Вот Иммонта, вот, видите, вот эти высотки. Иммонты, зеленые зоны, игровые площадки, торговые центры. А Болдырай вот здесь, вот, видите, ничего. Есть еще пострашней район, там ближе туда, Далгов, Криво, тоже ничего. Вот, а старый город вот здесь, вот, видите. Мощеные улицы, Домский собор, там сервис этого Петра, кафе, рестораны. Вот, смотрите, вот расстояние от Иммонты до старого города, я говорю, это 15 минут. 20 минут на трамвае, 15 минут на машине, на такси, да, то есть, вот, старый город Иммонта, да. А он булдурит сразу Иммонта, ой, то есть, это Юрмала с Иммонты, да. Вот, если сесть на станции, вот здесь будет станция Иммонта. Тут будет станция Золи, тут район Золи, тут вот здесь, вот тут. То есть, он, вот Иммонта здесь, а он через железку, вот тут, да. То есть, там Баббитэ, там это самое, вот это, аэропорт Рига. А туда, вот, Пиньки, там уже частный сектор пошел, Пиньки, там Баббитэ, тоже Баббитская волос, да. Вот, и туда, через мост будет булдурит. Вот, на электричке оттуда 8 минут до сюда, хоп, и ты на море. Он просто сел в Иммонте на электричку, 8 минут, и ты вон на пляже, да. А вот Болдырай, у них тоже море есть, он там за Даугов Гривой, да, за каналом. Там тоже, мол, хорошо сделали, все хорошо сделали, но это отшит. Так же, как есть еще один район вот здесь, называется Вэтсмилгравис, сейчас покажу его. Вот, сейчас, сейчас. Вэтсмилгравис, даже не проявляется он, вот, Вэтсмилгравис. Да, тоже, жуткий отшиб, там просто, ну, в общем, тоже туда, как говорится, на выселках тоже плохой район считается. Зачем поставил эту кнопку здесь, вот. Вот так вот, Болдырайя, облачно, 3 градуса, знаем. Вот, просто, чтобы вы представляли. А если имен-то увеличить, то вот, вот, Лидл, да, вот, здесь, вот тут, вот будет, тут медицинский центр, вот тут, получается, вот здесь, вот, вот тут, тут этот самый, а нынему уже Спаркс, да. Вот, вот, вот парк, а нынему уже, он даже есть, видите, вот он, а нынему уже Спаркс, круглосуточно, естественно, круглосуточно. Вот, вот, турники вот здесь, там, да, много их, несколько. Там еще и в гимназии, в школе турники, там, да, в спортивной. Там, везде, короче. Вот это имен-то, все есть, все развито. Вот это, вот, вот эта заправка, это вот, куда я иногда заходил там, ну, чаще за горячим шоколадом, чем за кофе, вот, на бульваре, вот она здесь. А нынему уже с бульвара 25А. То есть, все в доступности. Субтитры сделал DimaTorzok